и также привет с вами топ-гай мы продолжаем играть в дну и у нас тут идет заруба на мадагаскаре сейчас начинается на филиппинах параллельно у нас идет внутри заруба с коррупцией мы надеемся что мы победим экономика у нас очень жестко подпросила все цифры были нарисованы кто бы сомневался с такими вещами мы стартуем нашу собственно говоря вторую серию продолжаем бороться бороться вы если вдруг еще не подписаны для подписывайтесь а мы же также начинаем бороться армии поехали итак у нас тут видите с филиппинами тоже начинаются проблемы нужно уже полета поддержку обещать маляри плю в лоб ну да сокращали военный бюджет решение армии ok нас не хватает нам ресурсов ну чё мы считаем здесь разные баф я уже посмотрел что наших этих ребят есть огромный дебаф 15 атаки он защита организации укрепленность учет тут вот они чуть-чуть это как-то камбэк там минус скорость и плюс расхода припасов то есть это такое себе эти ребята имеют бунтс к таки но как я понимаю именно против нас они против нашей марионетки но как бы чуть-чуть нас спасает но в целом до ситуация все равно не слишком хороша они явно сильнее в сумме будут следовательно давайте начнем с таких вот бафов защита организацию филиппинам дадим и как я понял мы можем только по одному повышать да только по одному решению принимать давайте с этого начнем потом то наверное перебросим еще три дивизии и может укрепление либо бомбардировки посмотрим также конечно же мы отправим туда наши крепление в виде танков конечно танки в дуглях не самая лучшая идея но неплохая все еще они по идее сейчас примут и мы туда отправим также еще и авиацию от авиация должна там просто соло же посмотрел у нас у наших палубных 30 штурмовые атаки а в обычных 35 отправляем идти эти штурмовики вот сюда и по идее но они должны сделать просто я думаю очень много а кому-то а эти только развертывается логично если мы продолжаем довести говорят смотрите нашли французскую дивизию но да наши конечно элитные морпехи просто как самураи убеждают вообще без единых единые проблемы вообще-то все у нас здесь отлично и потихоньку что-то вайпаем что здесь есть и дальше нажимаем туда тоже кнопочки по возможности а видите еще и повышением рального духа происходит так не очень понимаю это этому это может быть видите вот эти две кнопки это вот отсюда поэтому дан это видимо из-за того что они по-другому не могли это запрограммировать как говорится но ладно можно также делать бомбардировки ага вот видите здесь краски можно сразу три государства два государства и и нам проект либо вот этот стоит либо вот этот бомбить ну как бы вот этому вообще только наши войска поэтому давайте здесь скорость защита проспланировать я надеюсь тоже ну только нашим противникам дается если нет то было бы странно но окей нам главное успеть в манилу чтобы наш танки прибыли и мы спасем ситуацию танками там как бы не должно быть вообще никаких проблем и я бы здесь вот этими дивизиями также прикрывал за так сказать мандагаскарцев чтобы их немцы там не раскушали потому что они там опыт у немцев по идее должна быть нормально и я не знаю но предполагаю ну и да наша авиация здесь просто гигантские куски выбивает из наших противников танки сюда тоже прибывают никто какие-то бафы против нас были но я не думаю да вы видели там я немножечко новые танки сюда поставил и даст а ты конечно сразу намного и намного веселее вы кто бы мог подумать новый премьер а я это либо кида вот кто нам нужен и у нас есть варианты и все эти варианты это не реформисты их вообще в общем то не дают пока выбирать нигде смотрите реформы делает вот кая раз таки он технократ мне кажется технократ все-таки лучше чем консерваторы либо кидаи ты они бы не делали формы и у них нету никого влияния они хотят чтобы убрать влияние армии я думаю это нападет на пользу так что отекая ну это даже в горы сколько здесь 52 процента дебаф в горы даже в горы легко наш танки просто двигаются угодно я еще их о шаблону не доделал только так казуально но танчики у нас что выпускаются современная я бы так сказал это скал час и я их еще чуть-чуть да можем у меня не хватало опыта все еще не очень хватает и паттеры тоже у нас хорошие то есть у меня будут танки в час ехать и даст это будут приятный плюс еще везде поставил на минус потребление горючим что нас его как будто не хватает еще это дает надежность то есть учиться нормально для нашей японии ну реально скорость как обычно всегда будет ниже здесь видите джунгли 45 река 25 инфраструктура 40 таки мы видим один км в час увы смотрите-ка к не сильно любят говорится увы до взгляды рынке реформисты собеют ну попробовали посмотрите-ка мы уже держали победу хотя как будто еще не добили но осад устроит танки теперь перебрасываем вот сюда теперь на юге сделаем то же самое вообще там говорится победим во время здесь мы тоже можем наступать за счет планирования под соберем и тоже можем наступать ой он предлагает когуры буддаю а неужели это нет это не он ладно дальше так жить нельзя и слушайте в этом моде planning 63 процентов максимум вы просто сейчас посмотрите на тут погода минус 40 дает я понял ночью тоже душит но в общем то да planning 60 процентов это очень сильно я вам скажу это очень неприятная погода еще рождебное поселение и вот это но это уже увы но на филиппинах вообще без проблем сейчас прорываемся так что я думаю будет легкая победа и выбор выборы кандидаты не назначаются хирохита все еще мы не можем определить кто же будет нашей японии управлять и у нас позначен айти некий айти здесь его нету а ладно люди все чему все спорим но хотя бы кто-то правит мы кстати говоря вайпаем уже немецких добровольцев так же эти карты так там на это воевать в таком парте влияние но мы побеждаем в мадагаскаре побеждаем на филиппинах осталось немного и вот так если либералы мы можем добить консерваторов либо ударить по армии я думаю сначала все-таки надо консерваторов действительно отделить мы сами появились из них как я понимаю наша партия давайте будем сначала с консерваторами они там все коррупционные вот это вот все это мы осуждаем нашей новой японии нужно бороться и здесь можно встретить к средников и на либо взятки угроза ослабить таки ослабить и кеду конечно хотим оставлять эту обучить гурную полицию тоже можем либо от местности уменьшим этим ребятам здесь тоже нажимаем периодически кнопочка но тут мы уже почти победили и вредить авиация не работает увы дали с ним все контр-атакуют нас ничего мы их уже почти зажали и кеда стал слабее хорошо здесь также смотрите к американские добровольцы были найдены но у нас добровольцы так давайте танк такой стоял на базе в японии да я почувствовал блин я хочу поддерживать нашу японскую демократию на филиппинах взял уехал ну но бывает можно понять так верно и так теперь и кеда начинает что-то делать можно ударить вот так как я но я думаю будем сталкивать между собой всех остальных и так а можно ставить сюда шикиду либо кайну давайте по и кеде из не смотрел за вот этими голосами не уверен они меняются нет ну а посмотрим о можем еще вот эти кнопки нормально это интересно но нам нужно нажать вот эти кнопки но у нас закончилась политка так что ждем политку чтобы и бафать не очень понял когда-то у нас это минус большой по политике произошел вы я достал слабее хорошо от нас устроит смотрите все все хотят как на них ударить когда это в никто не ударе не бьет ну конечно же так как ги и к я пускай и кеда и кеда будем души дальше кеду это к влечить коррупцию законопроект принят ослабляем дальше и кеду это хорошо но давите голоса не отнимайте как ведь ему просто какие-то счетчики есть около мы приведем и точно расширяются по еще минус до экономика у нас конечно просто рушится можно сказать но пока что с этим поделать особо ничего увы ой смотрите как поддержка армии можно на каю либо на такаги мы выберем такаги депутаты туда же главное чтобы он не стал коррупционером но уверен верю еще тоже кто-то ломается а фальный адмирал смотрите-ка вот она такая снации лидером адмиралари фронис плюс палитка плюс стабильность они становятся праве партии мнение императора изменяется положительно ведьма нужно спереди за положением а если мы при сами что у нас все будет плохо и поддержка паров должна быть 50 процентов плюс чтобы не развалилась ничего я изобрения общественности что уже было окей окей это все мы приняли теперь у нас от ух начинается куча 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 всего тоже пример министр такаги удаст на политку за которым краски верные будем сейчас нажимать эти реформы и дофель на филипинах мы победили прекрасно филипина останутся нашими причем уверенно нашими и благодаря почти уже закончилась тоже битва и так вот на инаугурации это каги он-то у нас порядок я надеюсь наведет новое начало для ассоциации давайте сразу экономикой дальше там заниматься этого у нас здесь очень очень плохо и я бы начал конечно с роста ввп и уровня бедности тоже надо чтоб падал параллель с этим нам бы улучшать отношения со всеми здесь партиями чтобы совсем плохо не стало так что надо давайте самых плохих начнем нам так или иначе надо чтобы у нас и нормальные отношения были в парламенте чтобы он работал в филиппинах купили президента увы так начнется реконструкция филиппинских островов у нас тут какой-то глобальный конфликт становление филиппин понял ну сейчас разберемся с этим тоже если мы не закончим то что будет плохое уж давайте тогда будем помогать в общем то ну да давайте начнем с каких-то финансов вливаний а мы так или иначе должны это все по очереди а так что да нам нужно нужно удержать как-то подавить эти все проблемы там и гитлер умер уж начнется брудер крич я так полагаю и мы наконец-то победили вот здесь прекрасно и так проблем нашего мандата да у нас есть проблемы но мы будем с этим всем разбираться у нас есть проблемы сектантство принять нормальности и я думаю было бы неплохо вот здесь все таки сделает здесь видите рост вот это все о никаких обид просто бизнес а больше проблем мы мы это все победим тут главное не бухтеть надо потерпеть немножко там еще потерпеть ну и там где-то потерпите и в принципе может что-то будет достаточно нормально для того чтобы еще потерпеть и конечно начинаем экономические фокусы так германии начался брудер крич там смотрите к и бургундия нападает на францию осланди да пошло пошло непонятно что так новая структура н.м. а мадагаскар он станет с колен поможем американский щит сказали сами своим щитом и никсон импичмента видимо в америке все совсем не очень и в африки тоже начинаются эти конфликты но происходит нам это не так интересно блин я все это еду а там нам дебафают и дебафают но ничего сейчас этого экономика будет расти и нам нужно то прям побыстрее с филиппинами что-то разобраться что с крайний срок достаточно скоро но ничего мы потихоньку делаем реконструкцию о смотрите-ка друзья никогда больше нужно этой стране дружить с мадагаскаром и получаете силы реформистов и поддержку и политическую власть вот это все нам как раз то что прям нужно ну все дальше мы делимся на бедность бедность должна умереть никто не должен быть бедным верно и да нам нужно чтобы реальный рост вп начал превышать но я все с этим делаю но пока что у нас не слишком хорошо скоро скоро станет лучше так еще долг но административно светилась начинает улучшаться мы еще и вопа увеличили квалификация парам что морду не улучшаются я централизуем экономику поехали давайте туда вот то их и мы все веро продвигаем филипинскую демократию можно наши интересы считает мы конечно же поддерживаем демократию филиппинах так и у нас и реконструкция идет полным ходом продавать к реформам рот особый повышен на рост вп есть он больше и . уровень бедности тоже нам нужно с бедностью разбираться бедных у нас не должно быть нам не дают нас душа все этими ивентами на ничего чем мы победим мы обязательно победим так тут можно да можно кого-то не показывается красные какие-то видимо коррупционные ребята а нам такое конечно не по душе и по душе поэтому давайте туда управляем экспертов вот это все дело это американец который предлагает освободить но просто так особо с ним и не будем мы тут вам все таки не страна третьего мира мы черт возьми серди жопа и демобилизуем оплачение на допустим говоришь конструкции краски будет готова уже очень чем-то помочь им параллельно и бы наводить ему демобилизуем оплачение поэтому остаток нельзя будет добить но мы смотрим на экономику и верим в то что это как-то потом легальным путями фикшена но смотрите-ка можем принять сделку которая предлагает нормально да да ну как бы они наконец-то поддались потому что понятное дело нам нужно не счета было добиться и господи еще одна катастрофа бедность бедности душит и душит нас душит и душит и так мы приходим к каким-то законопроектом лечить с законов проект в парламенте либо приводиться за железный дорог давайте начнем с торговых барьеров наверное нужно же экономику де централизовывать как-то освобождать либерализировать это и все потихонечку рыночек порешает верно свертика напряженность понизится на 5 метров на 50 лучше ли там до 1 на индонезия вроде как потихонечку восстанавливать то есть что я подумал давайте вот только с прессов начнем менять на же не инфляция если мы полностью уборим инфляцию будет достаточно неплохо и ввп тоже все равно будет расти да и вот закон который мы хотим прорезет экспорт больше понимаю от акционизм уйти на экспорт и у нас не хватает немного поддержки одно ничего мы в принципе я думаю тут сможем сможем вот здесь вот получать отношения нас политика сейчас есть а пока законопроект в парламенте нельзя понял заранее готовится окей и шпир побеждает гражданской не в германии и тут стоит выбор политический мы им всеми дружить и таким образом продвигать все законы что как будто наверное проще либо просто собственную партию сделать достаточно сильный чтобы она не мог мешать я думаю это то что нам нужно а наша партия будет уверенной в себе мы будем долгать какие-то компромиссы мы будем информировать японию а как мы этого хотим потому что наше видение правильно и так он премию лаконный проект принят парламенту в ввп инфляция все улучшается бриз пресс-то улучшается все все прекрасно по парламенту у нас тоже уверенное большинство то отлично но я думаю как у нас есть хорошее большинство в парламенте нужно сразу следующий закон продвигать нас очень хорошие проценты я бы сказал так что сразу на рассмотрение выносим значит там будет карточный домик и карточный домик у нас нерфи по всем пунктам то есть чем это получше нас от тем больше виде силы реформизации на 75 хотя раньше был там минус 5 минус 2 и 5 если мы слишком силами то у нас нерфит неплохо так но ничего ничего мы все равно победим это вылез отлично если что еще что-то подожимаем но в целом поддержки достаточно чтобы сразу принять мы идем дальше сохраняем ключевые отрасли ресурсные но целом децентрализируем экономику как обычно всякие проблемы и потихоньку мы выйдем вот сюда разбаваем нашу экономику приятным образом вл.п. уже у нас в плюсе еще инфляцию победим станет еще получше конечно у нас дефицит дефицит есть и он больше чем рост ввп поэтому это не очень но как бы ладно с долгом потом разберемся нас потолок все-таки безлимитное главное чтобы в п не уменьшалась и превосходность дорог проходит можем делать еще дешевле в будущем что-то по инфляции улучшается резервы стабильность все очень неплохо на самом деле да экономика уже почти в ноль вышла с еще парочку хороших законопроектов и выйдем неплохой плюс я думаю в принципе мы можем пойти децентрализованно доступ всей сфере любым дирать палец на чаши весов и я думаю мы конечно же делаем и сфере поехали а он сразу выполняется прекрасно так на проект парламенте следующий можем закидывать закидываем конечно же это будет а добросовестная конкуренция прекрасно ну вот там чуть не хватает депутатов но мы сейчас повысим силу и по идее с этим мы получим больше депутатов наверное сможем еще свободной фабрики а мы все достроили ребята кара нас куча теперь топлива ну конечности наш лот начнет воевать то у нас топливо закончится говорится за пару боев но если не считать этого то у нас действительно неплохо этот стрел что административные офисы дают политку давайте наверное их тоже построим так казуальненько но побольше эффекта было построим побольше а политка нам очень нужна она тратит на все подряд и германия вновь вторглась великобританию 1 и морской лев 2 что сейчас посмотрим что она будет происходить и это полноценная волна война германии и британия по ощущениям очень односторонне да и у британии нету нет единого шанса и законопроект принят в парламенте прекрасно плюс политка заебаться мы наконец-таки будем разбивать и монополии коррупционные криминальные мы потихоньку наносим по ним удары из 3 экономика действительно начинает потихонечку потихонечку расти даже не восстанавливаться а уже расти вообще снизить налоги и за счет долга еще ввп вырасти вырастет это не супер выгодно по процентам если так вот смотреть на в целом я думаю это выгодно потому что опять таки долг может расти сколько угодно а ввп это и промышленность и в принципе ну потихонечку потихонечку все улучшается ведь административ расход должен у нас максимальная кстати она изменяя исследовательских центров это нам нужно вот это вот тоже можно было чуть повысить но в целом так нормально так осадная психология наверняка без этого можно обойтись уж слушайте но наверное можно без этого обойти без который за населением тотально верно так вы получение закон который цен давайте-ка наверное сначала сделаем улучшение академической базы потому что это нам по идее немножечко такой улучшит все мы сойдем типа чем лучше нас все то им лучше у нас растет ввп поэтому тогда идем всего по 33 процента прекрасно а потом уже займемся и законами и нам тут рассказывать что у нас во флоте все очень плохо нас или четыре года будут масштабные военные учения и нужно чтобы у нас все там момента видим было реформировано то есть я полагаю это вот эти фокусы пройдены на коррупцию на борьбу с коррупцией пока что мы не можем нужно любом случае добить это все но ну да это мы уже только последним так что да сначала экономический добьем потом политический добьем и займемся уже после этого коррупция когда у нас будет хорошая для этого вульна база ой смотрите-ка реформы армии можно начать опыт армии поддержку давайте да конечно же нажимаем поддержку пойдет лоббировать кадры а это очень сильно для нас интересно уже нам зачем нажимать не очень понимаю лоббирование военные уроки конечно профессионализм армии конечно надо ли счет максимальной инвестиции поддержку пока подумаем деньги мы не хотим тратить лишнее начали программ формирование подзора допустим парад плохо войска в вьетнаме усилить от резька можно время встретить лишь склад со стороны вид тратим деньги получаем там военные базы поддержку профессионализм профессионализм на выкачать очень надо потому что стали за плохой влиять не только на саму армию а у нас видите политизированность но еще и на политку и в принципе по моему еще вещи на самое главное да политка и дебаф армии нужно конечно же сделать нашу профессиональную армию избавиться всей этой коррупции по низало и 1 сквозь сегодня законный проект принят в по инфляции и стабильность очень прекрасно и смотрите-ка на изи военное положение говорят наши на силах меньше российских звучит странно на отказ какие-то наверно про что мы говорили сейчас видимо нам нужно будет заниматься теперь индонезии и так смотрите-ка они все еще придержаны японская это панцио ска солидарности я не хотел чтобы могли им в армии это сила усиленная уж давайте хорошо мы поможем немножко портим это поддержку но у нас детки мы сможем сейчас если что и вернуть но индонезию конечно надо оставлять сильный оставлять нашей зази говорят там поддерживаем увеличим поддержку вот этих вот ребят нас ты еще есть вооруженные силы мы могли бы на фоне этого немножечко паранойи их убрать пожалуй про пусть меня это ежегодно давайте кого так сделаем паранойте практически нету а поддержку мы как бы докачаем ладно это была плохая идея мы так не делали итак у нас тут советской на из австралии зарубились помнить это территория то в принципе австралийским были плюс-минус и теперь у нас есть вариант лицев послать и говорить хотите либо можем потерпеть нет 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 мы конечно же в сфере держава и соответственно поступать мы должны также как поступало бы здесь вера держава то есть защищать свой интерес а это даже ну это не мы куда-то там вторгаемся а это буквально наши интересы и так судя по всему австралийцы управляют оружие повстанцам вот сюда и в общем то нам нужно принять решение мы их отпускаем но это точно не вариант мы блин сфер держава как такое отпускаем какая контрабанда прям под нашим носом речь ультиматум мне кажется чуть-чуть послать флот я думаю мы пошлем флот нужно показать что мы здесь главное ребята я подумал что мы вообще может с америка боевого на море а значит нам было бы неплохо делать корабли именно боевые и я подумал здесь можно сделать тяжелый крейсер в легкую атаку именно так мы и сделаем модули конечно все выглядит очень странными но так уж получилось это у нас будет крейсер с легкой атакой атакой в общем то так наверное будем делать так мы будем делать и именно это и будет составлять будет нашу боевую мощь сейчас заканчиваем делать уже конвоя соответственно и нужно нужно заполнять наш флот хорошими кораблями и так мы прекрасно победили я вот . что-то такое свободное это видимо мы типа в нем повстанцев то есть мы ответили правильно австралийцы обострались уплыли потому что ну наш лотан действительно не бумажный как бы если надо мы я думаю прямо сейчас могли бы захватить и австралию очень быстро ну я думаю здесь мы потренируем весь флот до к примере хорошего состояния но опыт именно возможно потому что основе но топлива пока накид оказали тренировки хватает потом до приостановим под экономим но нам однозначно стоит престифлот боевое положение я не уверен как бы будем мы избегать морских битвы лет приказал что да но в целом как будто и шанс что может что-то и будет близко воиноморские силы индонезии сами не могут сделать но есть мы и ведь оппозиционная сила ослаблена здесь столько сколько можете все верно все верно помогаем максимально и также мы будем перевороть наши авианосцы у нас есть вот в эксплуатацию нас есть два типа одни на ядерном двигателе другие на обычно возможно мы в один момент кстати как-то их объединим я еще не уверен во что просто видите ядерка скорость намного меньше и это на самом деле проблема но посмотрим я все перевел на максимум ангаров наш флот должен быть ультрафоиспособным тут еще испанцы хотят каких-то солдат нет я бы не сказал что с испании какие-то хорошие отношения существуют они существуем и в общем-то в этом все и да вот на крыльской война в индонезии что же я думаю на этом моменте сколько всяких разных стран но пожалуй на этом моменте мы и закончим текущую серию следующий это непонятные звуки дает игра то есть серии мы с этого и начнем если они все в альянсе мы я думаю одним ударом за другим победим их всех и утвердим власть наша здесь останется и давить им помогаем в общем-то все хорошо мы готовы к этому мы к этому готовились мы к этому успешно подготовились своему тогай для подписывать если вы штук не подписаны лайки комментарии твичи скорбусе все как обычно и до скорых встреч всем пока